Валентина Талызина угодила на больничную койку в свой день рождения. 22 января Валентине Талызиной исполнилось 89 лет, но день рождения она отмечает в больнице. По сообщениям ряда СМИ, артистка подхватила коронавирусную инфекцию. Предварительно у Валентины Илларионовны выявили ковид на фоне хронической обструктивной болезни легких. Несколько дней актриса пробудет в больнице под строгим наблюдением медиков. Семья артистки госпитализацию не комментирует. Год назад Талызина уже попадала в клинику после дня рождения, тогда она упала в обморок. Плохая традиция. Поклонники желают имениннице скорейшего выздоровления и долгих лет жизни. Несмотря на преклонный возраст, Валентина Илларионовна продолжает играть в театре Моссовета. 17 февраля у нее запланирован спектакль «Васса». К слову, внучка артистки пошла по ее стопам и активно снимается в кино. На счету Анастасии уже 24 работы в кино. 24-летнюю девушку можно увидеть в таких картинках, как «Кентавр», «Воздух», «Императрица», «Предпоследняя инстанция 3» и «Патриот». «Был момент, когда бабушка предостерегала меня от сложности в данной профессии, но меня это не остановило. Никакого груза, фамилии я при этом не чувствую. Мне хорошо с ней живется, все равно же приходится доказывать свой талант, независимо от родства, как и каждому артисту». Откровение чела Анастасия. Валентина Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске, заслуженная артистка РСФСР, народная артистка РСФСР. В 1952-54 годах училась в Омском сельскохозяйственном институте, окончила Государственный институт театрального искусства в 1958. С 1958 года актриса Академического театра имени Моссовета. Мастер дубляжа и озвучивания, автор литературно-поэтической программы «Поэтесса Серебряного века» о жизни и творчестве актрисы, снят документальный фильм Валентина Талызина «Моей душе покоя нет» режиссер Андрей Владимиров, «Пятый канал». От брака с художником Леонидом Непомнящим дочь актриса Ксения Хаирова. Продолжение следует...